и сегодня наша передача книга любы будет речь про тигров и значит книга у нас тоже про тигра ну конечно не про самих тигров как они обитают живут а про то как один мальчик нашел тигра и так слушайте внимательно и вы все поймете книга называется болящий тигр написал ее Кейди Канио на иллюстрации мы видим самого тигра который парит неизбежно почему но вы об этом узнаете если будете слушать меня внимательно здесь мы видим мальчика которого зовут Ро и Секстина девочка его одноклассница расскажу почему знаю я их имена так как половину книги точнее несколько глав прочла я вчера мне там даже закладка стоит пока не буду ее показывать но когда дойдем до этой главы обязательно покажу здесь мы видим медаль которая называется все американская ассоциация выбор родителей здесь мы видим золотая медаль и человечка которая там нарисована медаль называется Махалон фон книжки полностью полупой переворачиваем книжку на переплете книжки мы видим эту бабочку герб нашего издательства Махалон получается это бабочка Махалон напишите Каньеон это означает что это автор нашей книжки и парящий тигр надпись оранжевым шрифтом полностью переплет оранжевый на другой стороне мы видим полностью голубой фон и этого парящего тигра только в другой фоне здесь написано про самописательницу Канье и краткое содержание нашего рассказа или можно так сказать нашего полнометражного можно так сказать фильма я так думаю есть еще фильм или истории здесь мы видим надпись Махалон вместе с листочками и бабочкой и конечно же штрих-кодик итак давайте перейдем к самой книжке давайте ее будем листать ну конечно же фон сам ромбик причем оранжевый здесь мы видим ту бабочку Махалон и тигра который сидит на чемодане переворачиваем страничку здесь мы видим картинку этого тигра который сидит в клетке его нашел мальчик по имени Ро здесь мы видим знаки должного движения, стоп и так далее здесь мы видим титульную страничку в этих страничках а на мошке это титульная страничка обложек можно так сказать здесь мы видим на миске Тигра Милла полящий тигр привод с английского Ольги Варшавин и художник Валерий Кост здесь мы видим ну это библиотековые школы здесь мы видим надпись Москва Махалон в 2011 году ну здесь мы видим на английском так как эта книжка переведенная с английского ведь Кэнди Камилло это английская писательница здесь мы видим описание на английском здесь мы видим надпись про саму Кэнди Камилло и конечно же тоже немножко краткое содержание чем на задней бошке книжки ну и конечно же еще раз издательство ну тут начинается глава первая дальше тут тоже половинка этой главы здесь мы видим тигрика нашего полосатого и палящего тигра ну здесь мы видим кулаки и Нортона так зовут мальчика затиру в этой книжке я про него тоже главу прочитала это глава вторая здесь мы видим братьев этих злых зовут Нортон и Билли вот они вот они а это Рок ну как вы заметили надпись звезда Кентуки это отель в котором живет этот мальчик если вы не поняли какой это Рок главный персонаж нашей истории здесь мы видим самого Нортона или Билли я понятия не имею кто это но я узнаю что это здесь мы видим Сикстина ту самую девочку также у нас началась глава третья здесь мы видим книжку с обложкой началась глава четвертая здесь мы видим книжку с ручками и с клетчатым листочком здесь мы видим картинку Сикстины которая как бы стоит в такой важной позе деловой можно так сказать здесь мы видим я подвижу книжку чтобы вам было видно удобно здесь мы видим разбросанные книжки на парте и все школьные принадлежности здесь мы видим Роба который на нее так задумчиво смотрит здесь мы видим тоже какую-то туфту девчонку какого-то толстого парня но я не имею понятия как их зовут вот дальше тут написано все здесь мы видим картинку с тигренком которого нарисовал Роб и ручку или карандаш здесь мы видим что у нас уже начинается пятая глава и здесь мы видим телефончик в кабинете директора книжечки и конечно же танк вот такая подставка здесь мы видим самого директора Роба и собственно самого директора ну также можете заметить мою закладку она такая миленькая с иголочками здесь мы видим ангелочка зимой а здесь мы видим ангелочка летом который держит в ручках миленькую собачонку здесь мы видим портфель или точнее его карман этого Роба с карандашами и всем хламом можно так сказать здесь мы видим самого Роба который грустил по школе здесь мы видим секстрину ну и у нас тут начинается глава седьмая о, забыла сказать здесь мы видим книга очень длинная поэтому все перечислять я не буду поэтому если вам интересна книга можете купить ее по интернету или как правило как следует ее в интернете прочитать если у вас есть программа на которую можно скачивать книги можете почитать так и так всем пока с вами была Маша и обзор или точнее передача книги о любых подписывайтесь на мне ставьте лайки субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...